Ах, надеюсь играли громко. Ну что ж, я всех приветствую. Небольшие приседания, это потому что я только загрузился, а она пытается прогрузить весь мир. Так у меня приседаний нет, я вообще был удивлен в этом, потому что у многих приседали фпс, стоило вот так вот дернуться, блядь, и все нахуй заедало. Ну ладно, начнем с конструктивной критики, пожалуй, да, и сразу для тех, кто войдет на это видео, пытается написать под этим роликом, «Это игра об исследованиях, а это игра атмосферная, ты нихуя не понимаешь, иди в жопу, дизлайк тебе!» Мне поебать, потому что атмосферность игры, это, конечно, может быть круто, но я два часа, блядь, проебал в этой ебаной игре, в которую нету нихуя, чтобы меня могло заинтересовать или обрадовать. Тут летают, блядь, клоны кораблей из Звездных Войн, блядь, и из Матрицы. Просто, блядь, попизженные оттуда, ну вот это вот что-то оригинальнее, похож на ящик с крыльями, гениально. Так вот, о чем я? Чтобы исследовать другие звезды, вам нужно грядануть свой чудо-корабль, да? Я гряданул его, очень сильно гряданул. Я даже сделал гипердвигатель, да, чтобы летать на другие звезды, только у меня нету топлива. А у меня шарик... Гени... Сука! Она не запомнила, ладно, спокойно, сейчас я сбегу, блядь, сделаю свой гипердрайв обратно. Нету у меня топлива на гипердрайв, да? И все, что здесь, блядь, есть на трех планетах, это где-то 9 инопланетян, которых нельзя убить. Эта игра тоже мне нравится, она просто охуенно. А здесь пройти нельзя, везде нужны самые ключи, вы не поверите. Ключ к тому, ключ к этому. Просто эксплорейшн за 10 дверями. Есть канон, вот, гипердрайв, динамик-резонатор. Ебатья, колокольчик, дай динамик! Резонирующий динамик мне, блядь, как я ненавижу, когда ты вот это долго грузишь, блядь. Да, вот мне кто нужен, отдай сюда, блядь. 35 тысяч, блядь, за это отдал. Пиздец, грабеж средь бела дня. Я-то последний человек, сука! Херидиум нужен еще. Последний, блядь, в этой ебаной вселенной, наверное. А ты мне, блядь, херидиумы еще продать должен. Блядь, 31. Чего забираю, блядь? Мне, по-моему, не хватит, нужно придется еще, блядь, купить у пилотов, блядь, по соседству. Ну да, да, 13 штук не хватит. Пошел ты нахуй, блядь. Да, глазы хер. Да, корабли тут тоже стоят, блядь, за бабах. Денег, да, у меня 25 тысяч, у него 677. Стоимость. Я веду тут за миллион, даже за два, да. Прекрасно. Не знаю, можно ли построить гигантские корабли, но пока везде только одни. Одни турбо-супер-челноки. Вот, смотрите, из Звездных Войн и Матрицы, да, вот эти двигатели из Матрицы спизжены. Ну, тот, кто не видел, а не Матрицу, да, и саму Матрицу не поймет. Да, вот они, просто облегченная конструкция, потому что кораблик маленький. А вот это вот две колбаски, блядь, из Звездных Войн гонок. Ну, я не знаю, то ли у них гейм-дизайнера не было нормального, чтобы свое, блядь, что-то нарисовать, то ли их просто штырят. Не могли зап... Такие деньги, блядь, за каждую копию игры брать. Это еще и за предзаказ тоже брали, по полку ска, по-моему, да. То есть, можно было бы, да, не знаю, заказ взять у Фанг-Зу хотя бы. Ну, посмотрите, ну, это Вавилон пятый. Мутант Вавилона пятого и моего челнока. Тут единственное, что, наверное, оригинальное. Что это, блядь? Торпеда бога, блядь? Сколько она стоит? Вот мне интересна цена, блядь, торпеды. Торпеды с кабиной, подлодка космическая. Да, да, лучшие друзья со всеми. Да, да, спасибо, блядь. Заметьте, я без языка могу с ними общаться. Есть варп сел? Ну, дай клетку. Вы че, блядь, не варпуете между звезд? Как вы вообще живете? Почти миллион стоит подлодка. У человека есть гипердрафт, но нет варп клеток. И топлива тоже, заметьте, у нее нету. Ну, как он летит? И не плутония, ничего нет у нее, короче, понятно. Ладно, все. Я вернул свой варп-двигатель. Эта херня сохранилась чек-жопа, как я ожидал. Теперь, о чем я хотел поговорить-то, да? Ну, я не буду говорить о... О майлстоунах, которые меня очень сильно бесят и не дают ничего делать. И каждую, чуть ли не каждые 5 минут пиздят то, что я сделал. Что мне это вообще хренам не нужно. Нужно варп-двигатель врубить, да, надеюсь, я в планете не врежусь. Хотя здесь нельзя не разбиться, ничего. Наподобие, если вы варпуете или ускоряетесь в планету. Корабль не позволяет вам разбиться, считая себя, наверное, более ценным. А, черт, меня засосало, блядь. В ссанную атмосферу, блядь. Одной ссанной планеты. Хотя, ладно, давайте я здесь сниму кое-что, блядь. Это важно. Это же важно! Ах, это пустынное гермо! Я вспомнил, я здесь был. В общем, знакомьтесь. Вот это вот фантазия разработчика. Это просто простирающаяся фантазия разработчиков. И все, что вы на этой планете будете находить. Кубик. Плутоний. Который нам нужен просто каждую секунду. Нам нужен Плутоний на самом деле. Потому что наш костюм, наш величайший костюм, жизнеобеспечение, работает на Плутонии. Но он разряжается со скоростью, наверное, полная разрядка за 5 минут. Но вы, конечно же, не будете дожидаться до полной разрядки. И поэтому каждые 4 минуты вам придется заряжать Плутоний. И если вы хотите чувствовать себя в безопасности, и чтобы вы не умрете, вам нужно носить с собой запас Плутония чуть ли не на военную базу. Я не могу понять, как наш персонаж, гений просто, блять, все творения, блять, согласился влезть в столь дерьмовый костюм. У нас космонавты, наверное, блять, минут 10 в космосе висеть могут. А тут, блять, я 5 минут не могу, блять, без Плутония. У нас там, по-моему, на литиевых аккумуляторах работает, да, с кучей всякой системы. Я не знаю, как объяснить, блять, логику глупого разраба, что он, блять, сделал костюм, блять, жизнью в 5 минут, но уже 80%. Да, стоило мне выйти из корабля, блять, за 5 минут он разрядится. Все. Вот это просто логика разработчика неоспарима. Это первый пункт. Далее, да, то, что вот меня не выпускает за пределы зетой звездной системы, потому что я не знаю, где добыть. Да, вот она все время так пиздит. Она пиздит live support low. Она даже не говорит 75%, по-моему. 50, там, live support is 50%, да, или там, attention, да. Она просто live support low. 50% на счет, она скажет live support low. На 20-ке, по-моему, еще скажет. Ну, будет, короче, пиздеть. Так вот, не могу я выбраться за пределы этой солнечной системы. Точнее, не солнечной, а звездной. Солнце это у нас, везде звезды. Не могу выбраться за пределы звездной системы, потому что... Потому что! Потому что у меня нет топлива, необходимого для выбирания из этих чертов звездной системы. Также сейчас я вам покажу самую величайшую вещь, которую мог придумать этот чертов разработчик. Океан! И вы не поверите, что с ним не так. Сейчас я долечу, и я вам покажу. А, вот мы и прибыли к океану. Я хочу также заметить то, что в космосе корабль останавливаться, блядь, не умеет. То есть у него есть либо плюс 30, скорость, по-моему, или 43. И минус. Все! Какие, блядь, странные звуки, да? Смотрите, сколько говна летает в небе, да? А вот водичка. И она издает якобы какие-то звуки. Кажется, что в ней что-то есть, но... Вы не поверите. В ней нихуя нету. Даже планктона, да? Хотя нет, вот смотрите, пузырьки, блядь. Но жизни нету, да? И хочу подчеркнуть логику неоспоримую у разработчика, да? Наш костюм жизнеобеспечения не может нас обеспечить воздухом под водой. Нажрет плутоний. Что-то плывет. Нет, это робот, блядь. Нихуя это не плывет. Я вас обманываю, блядь. Нету здесь, блядь, жизни. Это ебаный, блядь, дрон. Здесь единственная жизнь, блядь, на планете. Это дроны, блядь, и зеленые лошади. На другой, правда, планете. На этой, блядь, наверное, жизни вообще никакой. Нету, кроме каких-то, блядь, водорослей, которые уничтожить нельзя. И вот мне, скажите, да? Как я могу находиться на планете, на которой нету атмосферы и дышать? Но находясь под водой, блядь, мне нечем дышать. Хотите сказать, здесь есть атмосфера? В инопланете, которая находится в периоде развития, где нету, блядь, растительности. И следы вулканических извержений. И вообще это, по-моему, блядь, пепел летает. Хотя на другой планете планктон в небе. Пошла ты в жопу, блядь, в своем лайфсаппорт лоу. Как она меня нервирует, да? Мы же разжирем костюм, блядь, все подряд, блядь, включая плутоний. Кстати, добывать, блядь, материалы рядом с дронами я не советую. Они сразу же идут проверять. Какой пидарас хабар наш спиздил? Смотрите, вам сейчас понравится. Вон он, да? Сейчас я, блядь. Затаранил, блядь, один. Смотрите, он полетел, блядь, полетел. Какой-то такой пидор, блядь, это сделал. Смотрите, тмотрите. Хули тут творится, блядь? Кто спер мой крестал? Это был... Это был... Карл! Ты Карла убил, да? Да, это я убил Карла. Смотри, это я. Моих рук делал. Да, заскань меня. Смотрите, он сканит меня. Я тут, блядь, в авиакатастрофе побывал. Меня должны спасать, блядь. А он так посмотрел на меня. Ну, типа, это не он, не он, да, не он. Смотрите, я меняю. Пизжу, блядь, кристалл. Он такой, кто это сделал? Ах ты, сука! Это ты! Это ты сделал! Он такой, это не я. Тут я пизжу, еще кристалл? Так, на, вы, прям, перед его лицом. Не, он меня дальше игнорит. Ну, обычно они нападают, блядь. Дайте тебе пиздец, тут тебе камушек взять какой-нибудь. Давайте мы его ёбнем. Че я нашел? О, кто-то летит, блядь, еще один. Достаточно забавные, да, дроны? Блядь, перезаряд... Прекрасная просто игра, просто... Шикарней у нее ничего не бывает. И, по-моему... Смотрите, что это я делаю, блядь. Я рукой бить, что ли, убил? Я умею бить рукой, вы не поверите. О-о-о-о! Офигеть! Это же прогресс для разработчика, вы видели? Я умею бить, блядь, таранить предметы. Просто шикарно. В игре нету крафта, в игре нельзя ни вкопаться, ничего такого сделать. В игре нельзя строить. Игра рублей 2000 стоит, да? Ну, если скидки там пойдут, да, она будет дешевле. Но, скажите мне, вы правда верите, что... Эта вещь, вот это вот нечто, оно атмосферное, блядь. В космосе просто... Система выглядит, как будто она только начинает развиваться. Потому что астероидов, блядь, набросаны просто тоннами. Как говна! В проруби. И вы летите просто, и они вокруг вас, они везде! Я не считаю то, что эта игра достойна вообще хоть каких-то комментариев, блядь, и то, что она, блядь, нормальная. Убивать инопланетян можно максимум только, блядь, из космического корабля, да? То есть перестреливаться с ними, но... Поверьте мне, я попытался. В прошлом видео я записывал это, но эту вся хуйня, блядь, полетела. Потому что эта игра, блядь, заставляет даже, опс, крашиться. И поэтому я не смогу это продемонстрировать еще раз, потому что я не собираюсь ебаться с этой херней. Но чисто, да, кратко объясняю. Эта сволочь находилась у меня на хвосте, подо мной, в метрах шести. Я крутился, он крутится за мной. Знаете, как неписи, блядь, предсказывают ваши движения? Ну, они действуют заранее вас. А так как этот корабль настолько адекватен, да, в плане управления, что проблем нету. Смотрите, сейчас, видите, я останавливаюсь, пытаюсь, он разгоняется до... До сорока девяти. Я еще раз останавливаюсь, хоп, он уже задний ход делает. Я ускоряюсь, он уже вперед едет опять. То есть прямой остановки я так и не нашел. В космосе из корабля выйти тоже нельзя. Если можно построить где-то там после десяти звезд, это я так на скидку делаю, да, наверное, после миллиона, большой космический корабль, то разработчик совершил ошибку. Затягивать в игру надо сразу, а не часовчик из сорок. Потому что, ну, я не знаю, на челноке, блядь, летать по монолитам, учить язык, дай, я выучил язык слова, хай, да, типа штурнуться я буду это переводить, я не буду это переводить как высоко. Дай слово. И пришвартовываться. Дай высоко пришвартоваться. Да, три слова я выучил, хотя открыл монолитов в шесть, блядь. И еще надо было одну зверушку. Точнее, пристрелил нахуй, потому что она там была раненой. Все. По планетам летать, по самой планете, нихуя не весело. Каждая ваша посадка занимает рывковый взлет 25%. То есть вы будете садиться у каждого монолита и собирать ресурсы вокруг. Вокруг вас будут летать дроны. Все это занимает слоты в инвентаре. И плюс улучшение. Каждое улучшение занимает слот. Поэтому вам либо нужно набрать кучу миллионов, купить нормальный челнок. Потому что это не космический корабль. Это Росомама-челнок, блядь, по моему мнению. Хотя кто-то решил назвать Старшип. Я не вижу в этом Старшипа. Наш костюм не умеет обеспечивать нас воздухом. Планеты абсолютно, блядь, страшные. Абсолютно одинаковые. Вот, кстати, летает, блядь. Я вам смогу... Куда вы, мужики, блядь? Дайте я вам пизды дам. Блядь, корабль, сука. Ща, ща я их догоню. Ты что ж, ты начнешь с великой битвы, а? Посмотрим, как в космосе все обстоит. Ну, все, а нет, вот, я его вижу. Да, в космосе они ведут себя адекватнее, потому что здесь 3D-пространство. Ну, заключение того, что я с ними не справлюсь, и они меня выявят. Ну, да, они сентинелов вызывают. Ну, в общем, все понятно, да. Ну, в общем, понятное дело, да. В космосе, короче, баланса больше в плане перестрелок. Уже хорошо, потому что на планете, в атмосфере и над землей вообще нихера невозможно. Они меня будут пытаться сейчас убить. Ну, в общем, мой комментарий, да, игра хуйня полная, блядь, и 2000 не стоит. Потому что это полный пиздец.